Летний сезон 24-го года, очевидно, все. Если у вас есть частный дом или дача, куда приходилось кататься, заниматься хозяйством, вот это вот все, то вы, скорее всего, уже задумывались, что свой рабочий инвентарь пора бы и обновить. Потому что чем понятнее ваш инструмент, тем веселее идет с ним работа, это уж я, как никто, знаю и не понаслышке. А за городом по умолчанию нужно что? Нет, я сейчас не про мангало, если что, я про пилу. А пилы есть у Нокарт. Нокарт это бренд инструментов от Яндекса, про которые мы уже даже делали отдельный видос, разбирали шуруповерты и все такое. Но в этот раз у нас на столе бензопила на 45 кубов, которая поможет вам сделать дачно-бытовые ремонтные работы. Выглядит она вот так. Все достаточно эргономично и в фирменных цветах Нокарт. Цепь на 40-сантиметровой шине натягивается сбоку, а ключ для этого дела прячется прямо в рукоятку. Еще на борту есть бумажный воздушный фильтр, что немаловажно, свечи зажигания Bosch и система смазки с регулировкой подачи масла. Цепь же сделана из 68-го хромникель молибдена по аналогии с немецкой SAE 8660. Стартер вот тоже есть с двойной пружиной легкого старта и пила в целом заводится очень даже легко. В комплекте есть удобная двухсекционная емкость для приготовления топливной смеси, фирменная отвертка Нокарт и напильник Орегон. И на все это добро Яндекс еще и гарантию дает 5 лет. Вы вот знаете, сколько всякого можно напилить этой пилой за 5 лет? Много. Много всякого. Ну а если вам нужна не прям такая модель, а что-нибудь поменьше или на электричестве, то все виды пил можно изучить на Яндекс.Маркете. Значит, а сегодня у нас будет видос очередной, про мой неочередной, все тот же самый старый уже как бы совсем черствый Роял Энфилд аж 21-го года. И в общем, если не смотрели видос про то, как я его покупал, крайне рекомендую к просмотру, потому что это вообще очень веселая была история, через боль и страдания. Как есть этот мотоцикл из коробки совершенно не звучит. И мне пришлось в трех местах сломать голову для того, чтобы понять, что за выхлоп был на том мотоцикле, благодаря которому я в целом влюбился в бренд Роял Энфилд. И общими усилиями всех экспертов в этом мире мы пришли к выводу о том, что на том мотоцикле стоял выхлоп от Спортстера 883. Не, не так. А как? Я влюбился в Роял Энфилд, благодаря оглушителям Харли Дейтсон. Это, собственно говоря, собственная персона, те самые банки от Спортстера 883. Они немножко здесь переделаны, разумеется. Для того, чтобы они сюда вот так вот прекрасно встали, мне пришлось изготовить специальные переходные втулки и не менее специальные кронштейны для крепления этих банок. Перерезать резьбы из имперских на метрические. И, разумеется, просверлить одну большую дырку вот там вот внутри для того, чтобы эта штука зазвучала так, как я хочу. Потому что как есть эта штука, разумеется, не звучит в силу того, что там внутри стоит рестриктор. А по факту конструктивно этот глушитель вообще в целом в продольном сечении достаточно прост. То есть у нас здесь стоит катализатор, стоял. Далее у нас стоит камера стронгера, потом стоит сетка обычная с набивкой и на этом все. То есть никаких там каких-то супер шиндерпендерных секций нет. Конструкция везде предельно проста. То есть это вот такая вот штука, вот такая. То есть она вот там вот так стоит до сих пор. И вот в торце этой штуки я просто большим-большим сверлом, максимально большим, которое пролезло в диаметр вот отверстия вот там, просверлил вот здесь вот отверстие. Все. И оно зазвучало так, как я хотел. Если интересно, кстати, вот многие там приписали, типа, а как же звучал стандартный выхлоп? Да, собственно, никак. И вот вы знаете, несмотря на его очень гармоничный внешний вид и хороший подход к дизайну, построение неоклассического мотоцикла, вот эти вот стандартные банки сюда совершенно не вписываются никак. Ну что это? Ну что это? Реально, я не знаю. Ну может на камеру нормально, пропорционально смотрится, но вот вживую они кажутся как будто не отсюда, слишком большие. Ну вот да, вообще замечательно видно, что вот эта банка вниз, вот эта вот вверх. В общем, шляпа полная. И, разумеется, все это совершенно никак не звучит, ну потому что там точно так же, как и в этой банке, тоже стоит катализатор, причем, ну такой достаточно примитивный. И вот здесь, в отличие от харлеевской банки, целая куча перегородок внутри, которые не оставляют вообще мотору никакого шанса. То есть его не слышно вообще. Вы слышите только, как работает газораспределительный механизм. И, следовательно, как бы вся харизма мотоцикла улетучивается моментально. То есть, когда он ко мне приехал, я его завел и понял, что в целом, как бы, ну на этом ездить можно, но удовольствия от этого совершенно никакого. И поэтому, собственно, я вот эти вот банки сюда и приколхозил. А если быть максимально точным, то весь наш видос сегодняшний прав от этот вот выхлоп, который совершенно невозможно купить у нас в России. Это Red Rooster. Red Rooster? You know nothing, блин? Да, хотя это название, думаю, имеет смысл произносить с индийским акцентом. О, да, давай. А как это произносить с индийским акцентом? Red Rooster. Red Rooster. Вот так, да? А не вот так вот приблизительно. Как вот эта тёлка. У нас есть любимая... Вставочку делаю. Да, у нас есть любимая индийская блогерша. Или любимая индийская блогер-девушка. Bike with Royal. It is one of the most expensive Royal Enfield interceptables you will come across in India at this point. And it has been put together by Mean Green Customs in Mumbai. Мы всегда смотрим её с огромным удовольствием, потому что она сочетает себе в целом несочетаемые вещи, такие как красота, харизма. И, в общем, как бы вы уже, наверное, догадались, что это индийский выхлоп для индийского мотоцикла. И в силу того, что как бы там Royal Enfield до хрена, и, следовательно, как бы и вот такого вот дела там тоже достаточно много. Но, к сожалению, его совершенно невозможно купить у нас. И вот, если бы не Александр Царёв, то этот бы видос, собственно говоря, бы и не вышел. Саня, спасибо тебе большое ещё раз за то, что помог мне в этом нелёгком деле. И тут же вся соль в чём? Что-то всё становится без переделки? Да. В отличие от Харли Девицкого. Да-да-да. В общем, выхлоп этот стоит ни много ни мало. Всего 20 тысяч рублей на наши деревянные. Там. Ну и плюс, как говорится, транспортные расходы, которые неизбежно набегают, когда вам нужно это всё сюда притащить. Не знаю, удастся ли вам что-то подобное купить здесь так просто, как это получилось у меня. Потому что я же блогер-миллионник, а блогер-миллионникам оно всегда всё легко достаётся. Преимущественно на шару, как снег на голову падает. И вообще, в целом, как бы нормальный какой-нибудь выхлоп брендовый, типа там Яша, Акропович, вот это вот всё, стоит где-то в среднем плюс-минус под сотку на какие-нибудь спортбайки. Или какой-нибудь там Screaming Eagle или Wines and Hines. Это всё стоит невероятных денег. А здесь штука, как бы, вполне себе очень и очень... О, слышишь, а тут каталик живой. Это я на предыдущем выхлопе его вытряс, а здесь он есть. Я думаю, слова излишни, и здесь будет хорошо видно, как бы, в процентном соотношении, на сколько процентов больше я буду вызывать ненависть у окружающих. Вообще. То есть, тут вообще просто вот, как бы, никаких препятствий для звука, ещё и рупорная система, которая ещё будет усиливать эффект. У нас на стандартном глушителе есть кронштейн. То есть, вот такой кронштейн, его нам нужно отсюда открутить и прикрутить на новую банку. Вы знаете, вот, удивляетесь, если честно, в последнее время качество изготовления некоторых вещей в Индии. Потому что, в целом, если вы смотрели вот те самые видосы про Индию и Пакистан, когда там из говна и палок, буквально на земле, без всякой стяжки делают совершенно невероятные вещи. Это вот, как раз, история воплоти. Если посмотреть на эту детальку, она, как бы, в целом состоит из трёх частей. То есть, у нас имеется вот такой стакан, в который продета вот эта вот трубка, в которой насверлено отверстие, причём тоже достаточно аккуратно. Вот, можно увидеть, как она выглядывает сюда вовнутрь. Вот здесь вот это всё сварено аргоном. Так что, совершенно не видно, что оно сварено аргоном. И вот здесь вот ещё заглушена кругленькая заглушка, которая тоже заварена аргоном. Вот, попробуйте увидеть, где это и как сделано. И внутри невозможно разглядеть ни одного следа побежалости, хоть сколько-нибудь, что это когда-то перегревалось и вот это вот всё. То есть, скорее всего, эта деталь, после того, как была сварена воедино, обрабатывалась каким-то специальным составом, например, какой-нибудь тёртофосфорной кислотой или каким-то, ну, в общем, кислотами специальными, чтобы вот она выглядела именно вот так. И если посмотреть внимательно на вот этот вот выхлоп, это, как я понял, нержавейка. То есть, в отличие от хоролевского выхлопа, который, не дай бог вам поцарапать, и вы уже ничего с этим не сделаете, вот это вот была одна деталь. Вот здесь вот она по периметру сварена аргоном. Потом это всё отшлифовано и отполировано. Вот эта часть тоже приварена. И вот здесь вот хорошо видно, что, как бы, ну, вот, не очень аккуратно, но в целом... Да, есть моменты, но в целом на них можно не обращать внимания, потому что есть вот такая вот замечательная крышечка, которая потом устанавливается сюда, и ничего не будет видно. Сейчас меня, наверное, спросят люди, которые хорошо осведомлены о том, что в целом, как бы, вот этот выхлоп я тоже очень сильно хотел. Но, вы знаете, вообще история с выхлопными системами, для тех, кто упарывается в выхлопные системы, это, вы знаете, как, я даже не знаю, наверное, как история с большим количеством мотоциклов в коллекции. То есть, каким бы классным выхлоп ни был, хочется попробовать ещё чего-нибудь. И вот я ещё даже не уверен, буду ли я продавать вот этот вот комплект глушителей, хотя вообще один я уже продал. Если вы вдруг не знали, то это второй комплект, который я изготовил. Первый я купил такого себе качества, они были чуть-чуть поцарапаны, я их купил там за символические деньги и провёл на них, на этих глушителях испытания, как бы, с той мыслью, что, типа, думаю, ну, вот, если не получится, если я ошибся, если там эти индонезийцы сделали как-то по-другому, как бы, и хрен бы с ними, с этими глушителями, просто сдам их в металлолом, поставлю стандартные банки, а потом буду искать какой-нибудь фирмовый выхлоп. Сейчас чувак, который я купил, смотрит, такой, что? Не, а я ему так и сказал, я же не кривил душой, я сказал, что тот выхлоп я купил для того, чтобы тесты провести. Чувак купил, поставил, говорит, вот, если ссылка под видосом появится, значит, Red Rooster зашёл. Сейчас самое сложное, это снять вот эти гильзы, без которых вот эти глушители сюда не вставали. Я, короче, их сюда кувалдой забивал. Наконец-то у нас появилась возможность продемонстрировать людям, для чего всё-таки на этом свете существует реноватор. А вообще, возвращаясь к теме выхлопа, вот, там, знаешь, я каждый раз, когда запиливаю всякие видосы, там, как я езжу, там, с прямотоком, пиржу, вот это вот всё, я вызываю тонны ненависти, закономерно, ну, потому что, как бы, большинство людей живут в человениках, к сожалению, и не могут позволить себе своё собственное частное жильё, там, дом какой-нибудь со двором, вот это вот всё. И в целом я вас, ребят, прекрасно понимаю, но просто ваша ненависть абсолютно безосновательна в мой адрес, в силу того, что я, в отличие от вот этих вот дебилов, которых я точно так же, как и вы, ненавижу, прекрасно понимаю, где я могу себе это позволить делать, а где это было бы, ну, в общем, свинством по отношению к остальным людям. Поэтому даже... То есть я порядочный дебил. Я хорошо понимаю, где я могу пердеть, а где это свинство. Ну, дома можно пердеть, а в гостях нет. Да, вот. Дома я постоянно пержу под отделом. Жена меня за это ненавидит, но, как бы, сами знаете, когда вот любимый человек, приходится терпеть. И вот, если взять даже придурка, который, в общем-то, был позже этого мотоцикла куплен, то вот, если я еду ночью где-нибудь через спальный район, я еду на третьей передаче на холостых оборотах, чтобы максимально снизить уровень шума. И вот, когда я уже выкатываюсь из спального района, тогда я уже начинаю потихонечку ускоряться, опять же, чтобы лишний раз не пердеть. Потому что я испытываю внутри себя, вы не поверите, дискомфорт, когда я осознаю, что я могу кому-то помешать. Я именно поэтому на Т-Максе строил управляемый выхлоп, чтобы я после 9 часов вечера мог спокойно заехать в город, никому не мешая. Если бы мне было насрать на людей, я бы просто прямотоки поставил и ездил бы, гасился бы просто вот все время в отсечку. Сделано на совесть. Да. Прикинь, оно в натяг забито. А еще оно здесь как следует прокипятилось, температурой прогрелось. И такое говорит, никуда я не пойду. А вот оно. До свидания. Здравствуйте, значит, как поживаете? О, вообще как четко снялось. А ты знал, что если вот так вот где-то жирный отпечаток ладошки оставить на выхлопе, проигнорировать и поехать, он здесь останется навсегда. Вполне себе. Да, блестит, да. Вполне себе, я оцениваю с точки зрения органичности, как он сюда вписывается, выхлопнуть. Единственное, выбивает сюда цветовая гамма. Ну, шо поделаешь? И ровнее стоят. Да ты шо? Прикинь, да. И при том, что вот здесь я уже кронштейн отгибал дважды влево, эта банка все равно стоит, сука, ближе к колесу. Ты представляешь? Она мне так нормально. Нам бы звук послушать. Сейчас все будет. Нам бы. Слышь, мне бы, мне уже прям все свербит. Это, знаешь, хорошо вот меня сейчас все поймут, кто хоть раз в своей жизни что-то там занимался каким-то корчестроем, неважно, мотоцикл, машина, когда у тебя кишки во все стороны торчат. Пуск, пуск надо пустить. Да, но ты уже запустил, и оно способно ехать. И тебе совершенно насрать, что ты едешь на ящики вместо сиденья, что у тебя ни фар, ни фонарей, ни дверей, ни зелового стекла там условно. Сам факт того, что это сделал ты, оно завелось и едет. Тебе достаточен для того, чтобы выехать и начинать раздавать тут же. Оно едет! А еще, если звучит, как ты хотел, то вообще на твоей улице праздник. Все, готово, Вовка. Пошли. Сейчас поедем. Давай, поехали, потом заведем. Больше ни у кого таких нет. Ну, в данный момент времени не удивлюсь, если я первый, у кого он появился, этот выхлоп в России. Не то, чтобы я вообще претендовал всегда на роль первого. Я в данном случае преследую исключительно цель звуковой эстетики. Я тот еще аудиофил, если речь заходит за звучание моторов. Тихо. Какой классный подъемник. Каждый раз об этом думаю, когда его использую. Морец. Он. 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 Я influencer. Он. Он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...